Виктория ищет работу больше месяца. Через интернет, банк вакансий, на бирже труда спрашивает по знакомым. Она недавно переехала из Москвы и считала, что уж работу с секретарем или администратором найдет всегда. На самом деле, мне кажется, я с любой работой сейчас справлюсь в данном периоде времени. Потому что, когда я работала там помощником руководителя, я, в принципе, всю структуру рабочую знаю очень хорошо. Поэтому курьером, водителем, секретарем, помощником руководителем, замдиректором, то есть вот это все административную работу я смогу. У Вики неполная высшая по психологии и опыт работы на административных должностях. Последние четыре года Виктория была устроена неофициально. Итог – пособие 850 рублей и статус безработного в Центре занятости населения, где по закону ей могут предлагать любую работу, имеющуюся в наличии, вне зависимости от ее образования и пожеланий. В вакансии очень такие неподходящие предлагают. Ну, надеюсь, что все-таки предложат какой-нибудь. Хотя вот последний раз пришла, мне предложили начальником отдела кадров, как ни странно. А до этого – костеляншу, уборщицу и младший воспитатель в детский садик. Ну, естественно, мне бы написали отказ, потому что говорят, ну куда вам, костелянши, вы просто не сможете физически этот труд выполнить. В 2016 году в Ивантеевский центр занятости за содействием в поиске работы обратилось около тысячи человек, что на 28% меньше, чем в 2015. Однако зарегистрированных безработных стало почти в половину больше – 339. Из них 220 удалось трудоустроить. На самом деле, когда нет кризиса, как-то работу легче найти, плюс как-то вот, ну все проще немножечко. Сейчас же такое ощущение, что какую-то, все ее прячут, эту работу, что она очень такая ценная. В Москве, конечно, очень много вакансий, но я, честно, не хочу ездить каждый день в Москву с утра до вечера. То есть, если бы это была работа там на полдня, или как-то вот, ну, чтобы я успевала и поспать, и нормально себя чувствовать. А вот эти вот, ну, я не знаю, как люди ездят, конечно, с утра в пробках на работу, потом к вечеру домой. И вся жизнь получается на работе, и это, конечно, не мой вариант. Сегодня в Авантеевке 190 официально безработных людей. Центр занятости населения готов предложить им 134 единицы вакансий, почти половина из которых в коммунальной сфере. Задействовав все ресурсы и не добившись результата, Виктория уже готова на любую работу. Однако теперь главный ее критерий в том, чтобы устроиться официально, с белой зарплатой и записью в трудовой книжке.